Видео подготовлено с сайтом online.gdz.net. Всем привет! А сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1060. И нам нужно рассказать, как на координатном луче отметить точки. Ну и давайте в процессе того, как я буду рассказывать, как на координатном луче отмечать вот эти вот 5 точек, мы их и будем отмечать на координатном луче. И для начала давайте посмотрим на знаменатели дробей, которые у нас тут есть. 8, 8, 4, 8 и 16. Самый большой знаменатель 16 делится на 8, 16 делится и на 4. То есть наш единичный отрезок должен делиться на 16 равных частей. Потому что самый большой здесь знаменатель 16, при этом 16 делится на 4,8. И, соответственно, лучше всего брать единичный отрезок, равный 16 клеточкам. Давайте начертим координатный луч и выберем единичный отрезок. Вот такой вот у нас получился координатный луч. Единичный отрезок, как я уже сказала, равен 16 клеточкам. Теперь отмечаем первую точку, а с координатой 1,8. Знаменатель здесь 8, значит, единичный отрезок нам нужно разделить на 8 равных частей. Так как 16 у нас клеточек, единичный отрезок, то если мы делим на 8 частей, каждая часть будет составлять 2 клеточки. Делим, поделили на 8 равных частей. И числительно показывать, сколько частей нужно взять 1,8. То есть 1 часть, 1,8 будет, соответственно, здесь. Это точка А. Дальше В с координатой 3,8. Тоже знаменатель 8, единичный отрезок уже на 8 частей у нас разделен. И нужно взять 3 части. Отсчитываем 3 части и ставим точку В с координатой 3,8. Дальше точку С с координатой 4,4. Нам нужно отметить, это значит, что нам нужно отрезок весь разделить на 4 равные части и взять 4 из 4. Давайте разделим на 4 равные части. Соответственно, 1 часть будет составлять 4 клеточки. То есть 16 разделить на 4 будет 4. 1, 2, 3, 4. Ну и 4 из 4 точек, то есть 4 из 4 частей мы берем. Соответственно, 4 четвертых будет там же, где и единица. Дальше D с координатой 11,8 мы должны отметить. Но это значит, что мы наш единичный отрезок по-прежнему делим на 8 частей. И плюс еще, так как единичный отрезок разделен на 8 частей, то есть в единичном отрезке 8 частей нам нужно взять 11 частей, то координата D перейдет через единицу. То есть нам дополнительно еще нужно взять 5 частей. То есть 8 у нас есть, еще 5. Отмечаем, чтобы было 11. 1, 2, 3, 4, 5 будет здесь. То есть точка D у нас будет здесь. И координата 11,8 соответственно. И точку S с координатой 2,16 нужно отметить. Это значит, что единичный отрезок мы уже делим на 16 равных частей. Берем 2, так как 16 клеточек у нас в единичном отрезке, то одна часть будет, соответственно, одна клеточка. Можно дальше не делить. Берем 2 части и получаем, что точка E и точка A совпадают. То есть 1,8 – это то же самое, что 2,16. Ну и единица – это то же самое, что 4,4. Вот видно это из нашего рисунка. И рассказала я, как на координатном луче отметить точки, соответствующие. Значит, выполнили мы задание 1060. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.